Чтобы сейчас площадка не потеряла свои изюминки, говорит историк, московед Павел Беларызов. Начнем с того, что здание прекрасное, архитектура Эрихсона, была в Варварке настроена в 1950-е годы. Поэтому владелец здания не мог эксплуатировать историю историю легенду, либо, как это делает Кузнерович, использовать советскую и имперскую легенду в Гуме. Поэтому футкорс для этого здания и достаточно проходного места выглядит, наверное, оптимальным решением. Мне, конечно, хотелось бы немножко больше историчности, если там будут бенды, интерактивные форумы, которые рассказывают об истории Фраги, потому что там обедал весь московский деревянный век. Но все это можно вернуть хотя бы в виде исторических рассказов. Хорошо, что название останется прежним, иначе как объяснить потомкам, что торт Фрага есть, а ресторана, в котором его придумали, почему-то не стало. Алексей Доронин, бизнес-эфа. Информация фейк. Американская газета, жертва манипуляции. Российский Минобороны ответил в Нью-Йорк Таймс, накануне, кстати, по заголовкам. На 12 часов 4 разбомбленных сирийских госпиталя, 1 виновник Россия. Уминался подземный госпиталя на сирийской провинции «Идли», по которому в начале мая российская авиация, как утверждает газета, нанесла удар. Официальный представитель Минобороны России Игорь Канашенко отметил, что этот госпиталя на самом деле бункер, сыровешивая пещера, где невозможно было соблюдать даже минимальные условия для лечения людей. Словом, подобная пещера была показана неделю назад российским иностранным журналистам. Внутри находилась защищенная удерживающаяся от склада оружия, боеприпасов и техники. Расследование в Нью-Йорк Таймс уйдет на второй план, на фоне турецкой военной операции, Уверен руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, Алексей Арбатов. Сейчас на фоне турецкой...